Категорически приветствую всех выживших в потопе на этой неделе. Пятница, утро, значит самое время глянуть, какие дикости и нелепости с наших дорог попали в объективы ваших регистраторов. Собственно, с потопа и предлагаю начать. Бесконечные ливни, накрывшие Екатеринбург, в раз вскрыли всю несостоятельность наших городских властей и накопившиеся за долгие годы проблемы. Судя по всему, ливневой канализации в городе нет в принципе. Еще неделька таких дождей и в ответ на вопрос, что случилось с Екатеринбургом, можно будет отвечать, он утонул. В условиях чуточку отличающихся от идеальных у большинства наших водителей отключается голова. Иначе трудно объяснить, почему случаются вот такие ДТП на ровнейшем месте. Кстати, это видео наглядный пример пользы видеорегистраторов. Автор говорит, что виновник аварии пробовал было лепить свои версии произошедшего. Ну, что чуть ли не слева ряда повернуть на самом деле пытался, но камера-то все помнит. Еще один пример дождевого ДТП в следующем видео. Правда, там все понятно без лишних слов. Перед тем, как выйти на обгон, да еще и в ливень, просто надо на сто раз все продумывать. ДТП Короче, будьте внимательнее. В следующем видео есть сразу две мои любимые категории участников движения. Велосипедист и водитель маршрутки. Причем один лупит другого. От души. В принципе, глядя на поведение водителей разномастных газелек и богданов, мне такое поведение понятно. Удивительно, как над ними еще массовый самосуд не вершат. Третью неделю подряд получаю ролики с какими-то нереальными маневрами на встречке. Видимо, сограждане к лету и впрямь забыли схему движения в городе. Ну, или загадочный вирус их всех поразил. Говорят, на Медне в Тагиле прошел слет любителей БДСМ. То есть БПАН, короче, слет пузотерышников. Этих детей зрелые автомобилисты обычно недолюбливают. Хотя бы за довольно скотскую манеру езды. Кстати, про манеры. Некоторые герои наших прошлых выпусков характер свой не сменили. Был такой борзый джук, например, пару выпусков назад. И снова его хозяин, ну или хозяйка, попались на том же самом нарушении. Оба ролика направлены прямиком в ГИБДД с просьбой привлечь нарушителя к ответственности. Может, хоть тогда дойдет. Шлите и вы свои видео в ГИБДД или намли на автособачка.ньюс.66.ру Автор лучшего видеонедели от нас с магазином Автоэлектроники Никос получит призы и подарки. Я на этом вас покидаю. Ни гвоздя, ни жезла.